Ребята из православного молодежного движения «Курс Восток» во главе с руководителем отдела по делам молодежи Хабаровской епархии, священником Андреем Долгополовым, посетили школу города Амурска, где провели беседы со старшеклассниками. В состав движения «Курс Восток» входит 8 молодежных клубов при храмах Хабаровской епархии. Активисты движения беседовали на актуальной для молодежи темы, касающиеся любви, семьи, влюбленности и семейных ценностях, в патриотизме, в исконном смысле этого слова, о видах зависимостей, какие они бывают, духовные, химические. На бате шестой школе под их патронатом состоялась интеллектуальная викторина «Своя игра». В ней приняли участие 5 команд старшеклассников, представителей школ. Каждой было предложено придумать себе название. Хозяева мероприятия назвались командой «Пупсики», команда «Васарман и Ко» – школа номер 2, команда «Рождённый побеждать» – школа номер 5, команда «Колёсики» – школа номер 3, команда «Победоносцы» – школа номер 9. В первом раунде ребятам предстояло ответить на 30 вопросов по категориям, таким как литература, музыкальный инструмент, славянский костюм. Кто автор цитаты «Человек смертен», но это было бы ещё полбитой плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чём вопрос. По промежуточным итогам первыми стали команда «Васарман и Ко» со 185 баллами. Во втором раунде игрокам предстояло ответить на вопросы, связанные с русским языком, с ремёслами и искусством, вспомнить чудеса света. Ребята блеснули своими знаниями, умениями, слаженной игрой. В нашей истории религия и образование связаны самым тесным образом. Русская культура первоначально выстраивалась по образцу византийской. И у церкви, и у школы есть задача – формировать сознание людей с целью привить им определённые социальные и интеллектуальные навыки. Это близкие задачи, и об этом мы поговорили с руководителем отдела по делам молодёжи Хабаровской епархии, священником Андреем Долгополовым. Все беседы наши, они вот такие именно добрые, проходят в формате именно разговора с человеком, да, и затрагивают именно душу ребёнка. И уже долго мы эти беседы проводим в городе, везде. И такие наши встречи со школьниками, они встречают положительный отплик со стороны директоров школ, со стороны родителей, со стороны самих ребят. Когда мы говорим о семье, мы знаем, что сейчас вообще большая проблема связана с семьями. И, к сожалению, да, есть такая статистика, что к 11 классу уже в многих семьях уже кого-то нет. То есть семьи неполные, нет папы, ну, редко, но бывает, что нет мамы. В ходе такого разговора душевного, да, с классом, в классе, доброго, хорошего разговора, мы пытаемся как-то вот определить, каким образом избежать этих проблем, о том, что нужно хранить любовь, нужно особым образом выбирать себе молодого человека, да, например, для создания семьи или девушку молодого человека, каким образом хранить себя от каких-то соблазнов, искушений в семейной жизни. И вообще говорим о любви. Мы очень рады, мы благодарны школам города Амурска, что мы здесь, нас очень радушно встретили, помогли нам провести те уроки. И я думаю, что это пойдет на пользу, как, конечно, и руководству школы, потому что будет улучшаться климат, да, вот такой нравственный. И, конечно, семим ребятам, в первую очередь, что они смогут сделать когда-нибудь правильный выбор и не совершить каких-то ошибок, которые, к сожалению, бывают в семейной жизни. В наше время быть таким человеком, это самое важное, что мы такие люди не воспринимаем. Я думаю, что в любое время нужно быть человеком, человеком душевным, искренним, честным и как-то делать больше добрых дел. И тогда сердца людей, они оттают. То есть нужно начинать с себя, в первую очередь, да, и тогда все остальное вокруг нас преобразится. По итогам игры, разрыв между первым и третьим местом составил всего 25 баллов. Третье место у команды «Пупсики» – 275 баллов. Второе место у команды «Рожденный побеждать» – 280 баллов. И победителями стали ребята из команды «Вассерман и Ко» с 300 баллами. На подведении итогов за чаем и сладкими пирогами все команды в память о встрече получили подарки. По скрипту, за время поездки на сайт православного молодежного движения «Курс Восток» друзья добавились более 100 школьников из города Амурска.